КОНЕЦ Это крупное животноводческое предприятие промышленного типа, построено в годы девятой пятилетки. Его адрес совхоз Воронова, Подольского района, Московской области. КОНЕЦ Первый в стране гигант мясной индустрии, уникален и по масштабам, и по уровню производства. КОНЕЦ Здесь ежегодно выращивают и откармливают около 10 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота. Содержат животных в 14 добротных помещениях. Прокормить такое огромное поголовье непросто. Важная составная часть кормопроизводства – сеяные травы. С поливных участков хозяйство получает до 4 укосов клевера, тимофеевки и других трав, под которыми занято около 5000 гектаров башни. На Вороновском комплексе применяется сенажно-концентратный тип кормления животных. Скошенную траву сначала подвяливают волкам. Одновременно с подборкой волков зеленую массу измельчают и доставляют на территорию комплекса. Закладывают сенаж в бетонные траншеи. Чтобы не ухудшалось качество зеленой массы, ее плотно трамбуют, а потом укрывают полиэтиленовой пленкой для защиты от доступа воздуха. Заготовленного сенажа хватает на весь год до нового урожая трав. У директора совхоза Воронова Евгения Михайловича Гончарова и главного агронома Николая Ивановича Демина нет сомнений в том, что и на этот раз качество сенажа будет высоким. Ведь в его составе наиболее ценные луговые травы. Такого отличного корма здесь около 25 тысяч тонн. Для выращивания телят младшего возраста необходимо клеверное сено. Его на комплексе 600 тонн. Сохранить высокое качество сена на долгий срок помогает активное вентилирование. Специальный завод поставляет на комплекс комбикорм, содержащий все необходимые питательные вещества. А это еще один вид корма для телят самого младшего возраста. Сухой заменитель молока. По питательности он не уступает цельному молоку. Гвороновский комплекс принципиально новый тип животноводческого хозяйства. Главное здесь поточный принцип технологического процесса. Применение новейших средств механизации и автоматики. В каждое помещение по системе трубопроводов подаются свежий воздух, горячая вода и корма. Микроклимат регулируется и поддерживается автоматами, настроенными на определенную программу в соответствии с временем года. Вот специально оборудованная автомашина привезла партию молодняка. Теперь на территорию комплекса можно попасть только через сам пропускник. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических правил обязательно для всех. За этим следят и работники ветеринарной службы, и сами животноводы, и начальник производственного участка по выращиванию телят Антонин Иванна Сакар. Перед тем, как пройти к животным, работницы должны надеть специальную одежду и обувь. Бычков доставляют на комплекс из соседних колхозов и совхозов в 20-дневном возрасте. С первого же дня они под наблюдением главного ветеринарного врача Ивана Григорьевича Чучука. В приемном отделении для молодняка имеется хорошо оборудованная мойка. Сначала телят обрабатывают дезинфицирующим раствором. Потом моют теплой водой. В помещении все время поддерживается высокая температура. Ну вот туалет закончен, и телят перегоняют в сушилку. Сюда при помощи вентилятора по трубам нагнетается горячий воздух. Под таким феном телята высыхают быстро. После этого молодняк взвешивают. Средний постановочный вес 45 килограммов. Животных на комплекс завозят не всех сразу, а группами по 360 голов через каждые 13 дней. Чтобы технологический процесс шел непрерывно. Выращивание и откорм таким образом ведутся круглый год по цикличному графику, как на заводском производстве. Все поголовье, 10 800 животных, полностью комплектуется за 392 дня. Но 392 дня, это и есть продолжительность технологического цикла. К данному времени бычков самой первой группы уже снимутся от корма. Зато вместо них поступит новая группа 20-дневных телят. Конвейер действует непрерывно. В этом особенность новой технологии. Поступивших на выращивание животных размещают в станках небольшими группами по 18 голов каждые. В течение всего производственного цикла молодняк находится на безвыгульном содержании. Цикл делится на три фазы. Для каждой из них разработана своя система кормления с учетом возраста и физиологического состояния животных. Первая фаза выращивания длится 65 дней. Одним из видов корма в первой фазе является уже известный нам заменитель молока. Он поступает на регенерационную установку, состоящую из двух емкостей, вместимостью 200 литров каждая. Порошок заменителя растворяют в горячей воде. Через несколько минут корм готов. Центробежным насосом молочная смесь подается по трубам прямо к кормушкам. Пользуясь раздаточным устройством, оператор работает легко и быстро. Механизация позволяет приготовить и раздать молочную смесь группе телят в 360 голов за 1 час 20 минут. Поэт-молодняк два раза в сутки с интервалом в 8 часов. Количество молочной смеси дозируют в зависимости от возраста животных. Телят постепенно начинают приучать к измельченному клеверному сену. Впоследствии, когда они привыкнут, сено дают в неограниченном количестве. Из цеха распределения кормов по трубам поступает комбикорм, сбалансированный по питательным веществам. Его тоже дают в волю и животные быстро прибавляют в весе. Прошло время. Молодняк подрос. Для этой группы животных закончилась первая фаза производственного цикла и началась вторая. Она будет длиться 50 дней. Бычкам этой группы заменитель молока уже не дают. В рационе по-прежнему остается сено. Остается и комбикорм, но его состав уже иной, применительно к возрасту животных. Молодняк постоянно находится под наблюдением ветеринарного персонала. В трехмесячном возрасте бычкам делают профилактические прививки против инфекционных заболеваний. После окончания второй фазы производственного цикла бычков переводят в помещения другого типа, предназначенные для интенсивного откорма. Освободившуюся секцию готовят приемки новой группы 20-дневных телек. Механизирована здесь и такая трудоемкая операция, как удаление навоза. Провалившийся в щели пола навоз смывается водой и поступает в навозохранилище. Теперь дезинфекция. Ее делают либо влажным способом, либо при помощи аэрозоля. Ядовитый туман проникает в самые недоступные уголки щели, уничтожает вредные микроорганизмы. Наконец, все готово. На выращивание поставили новую группу телят. А для их предшественников, теперь уже в других помещениях, начинается третья, заключительная фаза производственного цикла. Интенсивный откорм. Она продлится 277 дней. И тут главная забота – корма. Ведь поголовье-то животных огромное. В этой башне кормоцеха хранится 10-дневный запас комбикорма – 14 железнодорожных вагонов. Всей механизированной системой приготовления и раздачи корма управляет один человек. Вот он. У центрального пульта оператор Анатолий Тимофеевич Колобулин. Сенаж подвозят к кормоцеху на самосвальных тележках и подают в бункеры дозаторы. По ленточным транспортерам измельченный сенаж равномерно поступает к бункерам-накопителям. И смешивается с находящимся в этих бункерах комбикормом. Готовую смесь будет гнать по трубам сжатый воздух, нагнетаемый мощным компрессором. А направит корм в каждое из 11 животноводческих помещений распределительное устройство. Вот оператор, работающий в откормочном помещении, включает установленный здесь двухходовой распределитель и переводит трубопровод в ту секцию, где сейчас начнется кормление. По телефону оператору кормоцеха сообщают, что надо подавать корм. Сигнал принят. Можно приступать к выполнению заказа. Контролировать последовательность всех операций помогает установленная на центральном пульте светящаяся схема цикла раздачи кормов. Техника позволяет оператору кормоцеха в течение рабочего дня накормить почти 8 тысяч голов скота. На Вороновском комплексе все необычно. В том числе и откормочные помещения. По обе стороны этого служебного коридора находятся секции животных. Здесь не увидишь мобильные кормораздатчики. Из пневматического трубопровода корм попадает в бункер, установленный в торцовой части секции. В помещении проложены скребковые транспортеры. При движении они захватывают цыплющиеся из бункера смесь сенажей комбикорма и доставляют ее животным. Бычки получают корм в необходимом количестве. Высокий уровень механизации дает возможность одному человеку обслуживать 720 голов скота. Но вот, наконец, производственный цикл завершен. Взвешивание показало, что подавляющее большинство животных имеет высшую упитанность. Это с удовлетворением отмечают начальник откормочного цеха Виктор Викторович Карпузов и начальник комплекса Виктор Лукич Язынин. Среднесуточный привес за период откорма 1033 грамма. А средний живой вес откормленных бычков 450 килограммов. Каждые 13 дней снимаются от корма большую группу таких отличных животных. На килограмм привеса затрачено чуть больше шести кормовых единиц. Зоотехник Иосиф Сильвестрович Лукашевич готовит к отправке откормленных бычков. Подводит итоги работы животноводов. Трудовые затраты на центнер привеса 4,6 человека часа. Себестоимость центнера говядины в живом весе 117 рублей. Но и это не предел. После окончания периода освоения комплекса экономические показатели будут значительно улучшены. По решению партии и правительства в стране повсеместно развернулось строительство таких предприятий промышленного типа. Животноводство все прочнее становится на путь научно-технического прогресса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok